Был недавно в банке и наблюдал довольно печальную картину. Всего одно легкое движение. И тебе доступен YouTube, Instagram, Facebook и прочее в полном объеме. Без всяких ограничений, потому что ты формально в США. Размести значок VPN на главном экране и сделай за правило входить в интернет через VPN. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Недавно стоял в почтобанке, кстати, получал карту UnionPay, физическую, которая работает во всем мире. И наблюдал довольно печальную картину. Там женщина передо мной стояла и она просила отсрочку по кредиту. Ну, то есть кредитные каникулы и так далее. И она объясняла, что, в общем, очень тяжелая ситуация там и так далее. Значит, написала заявление. Девушка там это заявление кидала. И говорит, ну, к сожалению, отсрочки не будет. И там муж этой женщины сидел, так сказать, ну, там на заднем плане. Там тетенька спрашивала из банка, какую отсрочку, так сказать, там он говорит, там по максимуму, значит, отсрочку он ей кивает. Короче говоря, ситуация такая. Им дали отказ, потому что отсрочка по кредиту, возможно, ну, вот в данном банке, это был почтобанк, до суммы в 300 тысяч рублей. У нее кредит, у этой тетеньки, 380 тысяч кредит. И, ну, потом мы с ней поговорили. Она говорит, что, в общем, такая ситуация, значит, там безвыходная и так далее. Что работы не может найти уже 3 месяца. Ну, и муж там, в общем, как бы так говорит, что, ну, как бы, единственная возможность, короче говоря, как он говорит сейчас, как вот выпутаться из этой ситуации, это, типа, загоняют контрактникам в армию. То есть там обещают 300 тысяч, там с лишним, и все льготы, и все эти самые, говорит, ну, вот только вариант вот такой, заработка. И, к сожалению, такая ситуация сейчас, наверное, у многих, что люди, ну, в кредитах ей не могут выплатить, потому что многие потеряли, в общем, сказать, в доходах. И, ну, мне, конечно, жалко, я посочувствовал им. Я говорю, слушайте, ну, 380 тысяч, да, когда кредит, это очень тяжело, говорю, мне надо было залезать. Я сказал, что не хочу допускать этого дела, потому что, ну, я так сказал, что, в общем, сказать, у меня тоже были кредиты по долгам, по вот этим, по карточкам в размере 200 тысяч, намного больше у меня было кредитов без процентов, там, до 2 миллионов, и, ну, мне удалось, так сказать, с этим справиться. Я знаю, как это тяжело, как это тяжело бывает отдавать деньги, особенно, когда, ну, вот, в кредит брать легко, и кажется, что это очень-очень здорово на самом деле. Вот, сейчас вот у меня есть проблемы, я сейчас их быстренько решу, значит, там, вот, куплю машину, значит, куплю квартиру, значит, все-все-все проблемы решу. А потом, значит, вот возникает ситуация такая, что, ну, как бы, вот, как она говорит, безвыходная ситуация. С одной стороны, жалко, конечно, женщину, очень печальная ситуация, значит, она там говорит, я там на операцию, ну, если ты знаешь, что у тебя операция плохая, копи деньги, откладывай деньги. Я всегда так говорил, я всегда так делал. Откладывай деньги, всегда может что-то произойти, откладывайте деньги, люди, откладывайте деньги. Не загоняйте себя в такую безвыходную ситуацию, потому что та безвыходная ситуация, в которую загнала вот эта женщина, она ее сама себе создала, к сожалению. То есть, вот, безвыходная ситуация, значит, там мы не можем купить квартиру, поэтому безвыходная ситуация, значит, надо идти взять кредит, что проще. Конечно, вы не знаете, что, наверное, что при социализме, например, вот квартиры давали, так сказать, нам бесплатно, но за нее надо было стоять 40 лет, а кредиты, ну, в общем-то, я не припомню, чтобы давали, вот так вот прямо всем подряд предлагали. Не было этого. И, ну, сейчас это вот, все привыкли жить в кредит. Тогда не было этого, потому что никто не жил в кредит. И это плохая привычка жить в кредит, потому что это только кажется, что ты отдай, вот, сейчас возьмешь и все, значит, сейчас, значит, кредит на квартиру, потом кредит на ремонт, кредит на машину, кредит на что-то еще. Потом раз вы заболели, приходите, вы приходите брать кредит на то, чтобы вылечиться, потому что, естественно, любую проблему всегда мы привыкаем решать при помощи кредита. А банк спрашивает, а как вы будете отдавать? Ну, как всегда, естественно, потому что всегда вы брали, например, кредит, потому что были какие-то проблемы, но когда вы заболеете, вы не сможете уже отдать эти деньги. Вот в чем дело. И многие люди, которые, вот, так сказать, в кредит, в кредит машину, квартиру, дачу, значит, там ремонт в кредит, а потом, бам, заболел, и болезнь в кредит. А вот поболеть в кредит, это уже край, потому что если вам банк и даст кредит на то, чтобы вылечиться, то вы не сможете этот кредит вернуть почти наверняка. Понимаете? Потому что когда вы болеете, вы уже не можете работать. Поэтому пока вы здоровы, работайте и всеми силами старайтесь отложить деньги на будущее. Именно этим я и занимаюсь. Я вот рассказываю вам, куда отложить, как отложить. Социально-накопительная программа, я вам рассказывал, и об этом тоже. Сейчас у меня это, в общем, самое надежное вложение оказалось, потому что я когда-то это делал, значит, там, в Австрию откладывал, там, никаких процентов, ничего. Но сейчас вы знаете, какая ситуация. Я потом начал откладывать здесь, в России, и, значит, проценты хорошие, все растет. Я уже подумывал, не забрать ли деньги из Австрии. А вот оно, оказывается, вот оно, что случилось. И все эти проценты, которые шли, бешеные, все, они росли. Да, так сказать, сейчас очень здорово, мои инвестиции упали очень-очень сильно, как и у всех. Но, тем не менее, они остались, то есть там 400-500 тысяч я всегда могу достать из инвестиций. И те деньги, которые отложены в Австрии, они лежат надежно. Да, сейчас их трудно получить оттуда на российскую карточку, но если выехать и открыть счет за границей, то, в общем, это меня спасет, ну, как минимум на год. Поэтому все это надо делать. И что дают вот эти вот сбережения на черный день? Ну, во-первых, черный день тогда не настанет, если у вас есть надежность, потому что вы спокойны. Вы спокойны. И у вас нет нервов, у вас от нервов, все болезни от нервов, вы понимаете, вы не заболеете. У вас не будет вот таких безвыходных ситуаций, в которые, как потом вы поймете, вы загнали сами себя, понимаете? Делайте, откладывайте деньги на будущее. Ищите возможность заработать как можно больше и откладывайте деньги. Не на машину, не на квартиру, а просто откладывайте на случай вот таких чрезвычайных ситуаций. Я еще и еще раз об этом хочу сказать. И я продолжаю этим заниматься, я продолжаю это делать. Да, сейчас очень трудно, но я вот достаточно быстро сделал новый бизнес просто. И сейчас у меня есть еще один источник дохода. Я уже рассказывал об этом, съездил в Казахстан, открыл карточку. Вот, у меня дочь учится в Чехии, и я вполне зарабатываю деньги на этом бизнесе для того, чтобы помогать ей. Но сейчас речь не об этом. Я хотел сказать, что надо откладывать. И поделитесь, пожалуйста, какая сейчас ситуация у вас. Делаете вы это или нет? И можете ли вы откладывать и куда? И присоединяйтесь к моему каналу, оставайтесь на моем канале, потому что я рассказываю о том, как и куда инвестировать. А сейчас, кажется, наступает такой момент, когда вот именно надо снова вкладывать деньги в фондовый рынок. И об этом я буду продолжать рассказывать. На сегодня все. Спасибо за внимание, лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий.